Лилия Сельфамлюкова работает учителем технологии в Оськинской средней школе Индийского района Ульяновской области. Девушка преподает всего два с половиной месяца, но узнав о региональном конкурсе молодых учителей педагогический дебют, не побоялась принять участие. Успешно прошла районный отбор, затем победила в первом туре конкурса. На очереди второй этап – публичное выступление. Я решила поучаствовать в конкурсе просто ради интереса. Ради интереса не то, что с целью победителя, что-то такое. Я хотела посмотреть на других, посмотреть на людей более опытных, посмотреть, что они будут представлять, посмотреть их работы, то есть набраться опыта, так скажем, от коллег. В ходе второго этапа молодые учителя поднимали многие наболевшие темы, рассказывали о поведении учеников в интернете, предлагали свои варианты решения вопроса психологического комфорта детей на занятиях и дома. Лилия рассказала о плюсах и минусах ведения электронных учебников в современную образовательную систему. Знаете, возможно, внедрение должно начаться, но не то, что мы полностью убираем печатные издания и внедряем только электронные пособия. Нет, возможно, это на каких-то уроках, на каких-то определенных, какое-то определенное время, какие-то интересные, возможно, задания. То есть использование должно начаться в наших школах, и я думаю, в принципе, это скоро будет повседневностью. Конкурс проходит в Ульяновской области уже в 12-й раз. За эти годы на всероссийском уровне у региона есть весомые успехи. Вообще мы в России по рейтингу занимаем второе место. Мы выступаем по победителям на всероссийском этапе только с городу Санкт-Петербурга, но потому что у них, соответственно, больше участников, потому что больше численность населения. И у нас в прошлом году было рекордное количество победителей российского этапа. Это семь человек. Два из них абсолютные победители российского конкурса «Педагогический дебют». Победители регионального конкурса ожидают денежное вознаграждение и право представлять Ульяновскую область на всероссийском этапе уже в этом году.